Депутаты Законодательной палаты Оли Мачлиса в ходе очередного заседания рассмотрели четыре законопроекта и заслушали отчет министра транспорта. В числе приоритетных вопрос занятости населения. В частности, одним из проектов закона предусматривается усовершенствование порядка выдачи органами по труду направлений на вакантные рабочие места, механизмов выделения субсидий и кредитов. Также рассмотрен документ, предусматривающий смягчение требований для импортеров фитосанитарной продукции. Об этих и других законопроектах узнавала Назира Закирова. Очередное заседание Законодательной палаты Оли Мачлиса началось с обсуждения законопроекта, в рамках которого упрощается порядок предоставления информации о наличии вакантных рабочих мест. Данным законопроектом будет усовершенствована база по труду и занятости. Устранены бюрократические препоны именно по сдаче документов нашими гражданами на трудоустройство и в отделы труда. Еще один примечательный момент, что сегодня тем предпринимателям, которые сегодня создают новые рабочие места, им выделяются субсидии из фонда министерств и ведомств. Также стимулируются сегодня иностранные инвесторы, которые создают новые рабочие места. Цифровизация в данной сфере улучшит не только условия труда, подача документов, сделает открытым и прозрачным данную систему, но и прежде всего сэкономит время и усилия, которые раньше предпринимали наши граждане для того, чтобы трудоустроиться. Еще одним из рассмотренных законопроектов упрощаются фитосанитарные требования. В частности, отменяется практика истребований фитосанитарного сертификата для товаров с низким фитосанитарным риском и для тех товаров, в которых в странах экспортера не выдается фитосанитарный сертификат. Это, в свою очередь, облегчит для предпринимателей импортные процедуры для ввоза под карантинные продукции в Узбекистан. Следующим законопроектом расширяется круг административных правонарушений, входящих в Институт примирения. Предлагается расширить сферу применения Института примирения за счет увеличения количества статей в Кодексе административной ответственности с 12 до 15. То есть предусматривается декриминализация преступного деяния, связанного с умышленным легким телесным повреждением, не повлекшим характерованием расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности. И перевод этого деяния в категорию административного правонарушения, а не уголовного правонарушения. То есть это послужит расширением сфер Института примирения по делам административных правонарушений и улучшением вообще криминогенной ситуации в стране. В ходе заседания заслужена информация министра транспорта о проводимой работе по обеспечению условий для выезда граждан Республики Узбекистан в зарубежные страны посредством удобного и безопасного транспорта для осуществления временной трудовой деятельности. Согласно Конституции государство гарантирует нашим гражданам защиту и покровительство не только на территории нашей страны, но и за ее пределами. И только за последние годы было отправлено 70 тысяч наших граждан за границу и обеспечена легитимность, условия, а также сопровождающие их автотранспортные и авиаперевозки. В этом отношении были созданы новые условия и что касается безопасности и легитимности наших граждан за границей. Только за последние два года было подписано более чем с 300 работодателями соглашение по трудоустройству наших граждан из 28 стран и обеспечено более 146 тысяч рабочих мест. Также нужно отметить, что увеличилась и усовершенствуется база по привлечению автотранспортных средств не только наших соотечественников, а также увеличивается привлекательность для иностранных инвесторов. По всем рассмотренным документам были приняты соответствующие решения, после чего заседание Нижней палаты парламента завершило свою работу.